всем привет на связи руслан захаркин канал захаркин крипта я вернулся из турции а это значит что мы снова вступаем в работу к большому сожалению вот сколько я веду youtube канала я особо про nft non-fungible токены не рассказывал но сегодня расскажу вам что это такое как на этом заработать и познакомлю с интересными коллекциями ну и с интересным человеком его зовут василий попов он первый такой nft космонавт но перед этим большая просьба конечно же подписаться на мой туб канал захаркин крипто подписаться на все мои социальные сети ресурсы и проверить те ссылки которые будут в описании потому что там я как раз буду вас знакомить с nft искусством для тех кто не знает что такое nft вбиваем nft непосредственно в яндексе и находим вот такую вот например статейку nft non-fungible токен по-русски не взаимозаменяемый токен что значит не взаимозаменяемый все очень просто вот bitcoin эфириум и другую крипту можно раздробить хоть на сколько частей владеть ею и у вас часть биткоина но non-fungible токен nft токен это единичная история единичный случай он уникальный раздробить его нельзя его можно только купить либо целиком либо потерять даже целиком как можно потерять забыть свои логины там пароль от эту мнемоническую фразу непосредственно от кошелька под названием ну к примеру metamask вот у меня сейчас сеть binance smart chain в основном конечно же площадки такие как openc на которые сейчас зайду и rarible работают непосредственно на блокчейне эфириум мы не мы как бы зайдем я вам все покажу вот все здесь эфириум давайте я просто вам покажу как выглядит кошелек вполне возможно что вы и так уже знаете как он выглядит многие из вас допустим пользовались главное вспомнить пароль ну давайте вспомним а то мне будет очень обидно если я вам не покажу если вы не будете знать что это такое вот сеть эфириум мы сделали у меня даже немножечко эфира есть на 72 бакс интересно мне что-нибудь светит на openc и дальше нам нужно нажать вот сюда где кошелек правый верхний угол дальше metamask ну и конечно же его авторизовать вот popular да здесь даже не надо делать какие-то истории связанные с тем что нам срочно потребуется какой-то vpn соединение здесь нужно просто подождать просто подождать и законнектить ваш кошелек metamask и ждать это мы сделаем обязательно попозже сейчас я в целом хочу пробежаться да почему он и в те искусство такая вот история за которой будущее смотрите многие художники раньше особенно в период пандемии не знали где можно там что-то продать что-то купить нет ни картины галереи нет оффлайн встреч куда идти что делать и вот это вот с марта 2020 года история история связана с ковидом и с развитием криптовалютной отрасли она благоприятно сыграла непосредственно художниках которые зарабатывают в интернете теперь каждый из них может сделать определенные картинки определенное арт искусства и запустить на две самые популярные площадки этого пенсии и непосредственно рари был и на этих площадках вы уже можете здесь делать определенные истории истории связанные как раз непосредственно с продажей перепродажей и заработком на создание как раз nfc артов nfc это современный вид искусства он набирает все большую популярность есть самые разные художники сегодня про одного вам расскажу это как раз первыми в космосе василий попов вот как раз василий с космонавтом обязательно посмотрите все социальные ресурсы социальной сети вот он буквально на космодроме байконур отправили nfc вот эту тему кстати вот если вы обратите внимание на эту картинку компания мне знакома многие из вас уже смотрели определенные ролики про нее так что это здорово но не буду сейчас называть потому что мы конкретно говорим про nfc конкретно говорим про василия попова вот обратите внимание космонавта отправили самый разный прайс на его как раз искусство от 04 эфира до 38.7 эфир это максимальный прайс но я думаю что будет и большие прайсы и меньшие прайсы василий рисует самые разные как раз вот эти картинки и конечно же вы можете у меня спросить а как на это можно заработать здесь два основных дохода на продажи и на перепродажи василий будет получать всегда после каждой перепродажи там определенный процент насколько я помню непосредственно пенсии это процентная ставка 10 после каждой перепродажи nfc которую вы допустим приобретете у василия он будет получать 10 процентов как автор креатор да вот он здесь кред он создатель вы кстати тоже можете создавать nfc но самое главное да за коннектится разными кошельками но самый простой metamask так вот он как создатель конечно же тоже будет получать и вы будете получать потому что после каждой перепродажи вы сможете зарабатывать дополнительные ресурсы поэтому если говорить что только здесь художники зарабатывают нет ни в коем случае не только художники но очень важно подчеркиваю очень важно быть раскрученным художником и василий уже имеет здесь знания опыт умения таланты определенные знакомства потом вам еще это тоже покажу обратите внимание вот значит был очень интересный репост пожалуйста да вот этот nfc art роскосмос пожалуйста непосредственно на орбите очень прикольно мне правда очень понравилось сейчас мы подключим vpn чтобы у нас ничего не лагало или вот создатель значит вот этого чей на полигон создатель сети полигон это как эфириум да это как сеть допустим тирси 20 беб 20 и так далее так далее вот пожалуйста узнаете василий попов и здесь как раз у нас сделали вот hello friends create new from on of your artist василий попов he will launch of the first event nfc in space to the international space station today night the launch shadow on a 7 pm байконур time то есть и пожалуйста мы запускаем сейчас nfc в космос и в 7 вечера вы увидите всю эту историю am это до полудня apm этого с английского уже после полудня вот такая вот реклама вот такой вот интересный весьма интересный pr дальше если вы посмотрите в принципе по новостям да вот господин попов здесь делает тоже интересные темы его часто цитируют вот пожалуйста да технологию художник василий попов открыл для себя прошлой весной это вот кибер драгоценное искусство но мне нравится все что связано с космосом в принципе у меня и заставка на телефоне тоже связано с космосом и с биткоином тушь мне нравится да аббревиатура to the moon и здесь как раз за год более 50 тысяч долларов на этих коллекциях человек поднял более того мне кажется это еще не официальные данные потому что он продавал значительно больше я к тому что если художник раскрученный его картины продаются значительно быстрее нежели чем у тех кто вот находится тоже на open sea но здесь великое множество художников но если нет имени у них мало кто покупает а здесь можно пожалуйста приобрести ну например понравилось вам вот этот картина вот это вот понравилось вы хотите стать ее обладателем вы нажимаете на buy now вы значит коннектить и свой кошелек непосредственно metamask дальше вы его подписываете дальше вы как раз непосредственно приобретаете и все это не так сложно реально не так сложно самое главное чтобы у вас был эфириум вы можете спросить руслана где купить криптовалюту эфириум на самом деле все просто вы можете использовать обменники best change давайте зайду сейчас best change это у нас мониторинг обменных курсов мониторинг обменников вот допустим вы выбираете там тот же самый сбер потом выбираете криптовалюта ethereum и смотрите в каких обменниках можно сделать и какие есть лимиты о том как купить криптовалюту с банковской карты я уже конечно же снимал вот заполняете все что здесь нужно делает и все что здесь нужно все что здесь указано тогда вам все придет если не будете делать так как нужно не будете делать по инструкции то конечно же тогда вам ничего не светит но это очень важно важно слышать и слушать то что я вам говорил потому что на этапе крипто-обмена вы можете потерять деньги если вы будете что-то делать неправильно можно делать на бирже можно делать через обменники там допустим moscow city лифтурс сеть обменных пунктов и Вы можете принести нал, и вам дадут непосредственно криптовалюту. Почему бы и нет? Вы все это можете делать. Самое главное, чтобы все у вас было безопасно. Если у вас все будет безопасно, то вы сможете двигаться значительно круче. Вот, пожалуйста, да, на русском языке нет OpenSea, но, тем не менее, здесь есть непосредственно на английском. Вот, пожалуйста, мы сейчас будем подписывать кошелек, подключиться. Смотри адрес, вот, подключение, потому что у меня что-то не коннектился. Сейчас у меня все коннектится, все хорошо. Никаких проблем у меня нет. Вот, мы находимся на OpenSea. Снова делаем как раз обновление странички. Кошелек у меня уже подписан. Вот, пожалуйста, правда, баланс у меня небольшой, но ничего страшного. В этом вообще нет, вообще ничего страшного. Нам самое главное понять, как можно приобретать. Вот, пожалуйста, первый космонавт. Все здесь, все как надо. Мы выбираем английский. И, ну, допустим, нам нравится, ну, вот эта картина. Ну, нравится просто. Мы нажимаем на Buy Now. И дальше надо будет, конечно же, подписывать. Подписывать, сколько это все стоит. Все просто, все понятно. И я не вижу здесь каких-то, там, допустим, сложностей. Мы ставим галочку. Мы видим, сколько это стоит. То есть я поддерживаю и подтверждаю свое намерение приобрести. И знаю правила и нажимаю, значит, check out. Но я не смогу приобрести, потому что у меня сейчас недостаточный баланс. Здесь стоит один эфир. Это почти 2000 долларов на момент записи видео. У меня всего лишь там 0.03 эфира. Но именно вот так вот это все и покупается. Если вы думаете, что там какие-то просто маленькие газетенки пишут про художника. Нет, разумеется, это неправда. Вот, пожалуйста. Если что, ссылки потом можете посмотреть. Правда, тут опять эта дебильная реклама. Ну, что ж поделаешь. Мы эту рекламу немножко пропустим. Но фишка в том, что даже на первом канале была вот эта вот новость о том, что Василий отправил первый NFT в космос. И подтверждение, конечно же, фотографии с орбиты. И непосредственно с первого как раз канала. Первый канал, это наш флагман, безусловно. И я бы сам хотел тоже так засветиться. Вот, пожалуйста, этот сюжет. Если кто-то захочет посмотреть, вы можете это спокойно сделать. Есть все социальные ресурсы. Есть все соцсети. Вот, как раз Василий рассказывает о том, что они запустили NFT-шку. И это здорово. Реально здорово. Если мы зайдем, опять-таки, по медийным личностям. Да, это вот и основатель Майнплекса сотрудничает с Василием Поповым. И Игорь Рыбаков тоже здесь. Видите, они что-то тут мутят. Вот, пожалуйста, да. NFT-это будущее, на мой взгляд. Тот считает, что рынок очень сильно перегрет. Я же считаю, что на самом деле рынок не перегрет. Рынок только-только в самом своем зарождении. Понятное дело, что, безусловно, безусловно, не каждый будет брать эти картины. Но на любого художника найдется свой покупатель. И особенно, если этот художник раскрученный. Поэтому вы можете приобрести что-то там. Вот, надо будет лайк поставить. А, видите, я уже поставил. А здесь я еще не поставил. А, и здесь поставил. Невероятно. Все, уже поддерживаю. Я планирую себе приобрести некоторые NFT для того, чтобы сделать как минимум 2x, может быть, 3x как раз. Вот, безусловно, надо дружить. Вот, мы подпишемся. NFT-артист. Да. Грэндмастер. Видите? То есть, он непосредственно рисует для Игоря Рыбакова. Кто не знает, кто такой Игорь Рыбаков. Ну, я рекомендую вообще, в принципе, ознакомиться, да, с бизнес-составляющей России и СНГ. Потому что все должно быть прозрачно. Вот такие вот дела. Уважаемые коллеги, друзья, партнеры криптовалюта. Криптовалюта. Это интересная тема. И NFT. NFT. Если вы не знаете, что это такое, пожалуйста, почитайте здесь. Это будущее. Будущее цифрового искусства. Я тоже нарисовал одну картину. Это называется безмятежность биткоина. Точнее, даже не безмятежность, а бесконечность биткоина. С его безмятежностью. Потому что он красивый, приятный. И он постоянно то растет, то падает. Но все равно стремится к ту-земуну. Да, стремится значительно больше стоить. И как раз рассматриваю для себя какую-то возможность диверсификации. Я, безусловно, захожу на две популярные площадки. OpenSea и Rarible. Rarible наша. OpenSea это международная. И здесь можно от 0,4 до, допустим, 37-38 эфиров инвестировать. Подчеркиваю, инвестировать в самые разные темы. В том числе в картины, например, Василия. Если вы хотите посотрудничать, ну, посотрудничайте. Потому что я планирую тоже выпустить свою NFT-шку. Но я не дизайнер. Я не умею рисовать. Я не художник. А человек умеет рисовать. И, в принципе, мне его работы напоминают футуризм. Футуризм мне нравится. Если, допустим, есть и космонавты и прочие какие-то темы. Вот, пожалуйста, Шейх Дубая. Очень интересно. Я думаю, что Шейх сам бы мог приобрести. К тому же для него 14 эфиров, я думаю, это будут копейки. А может быть, вообще ему стоит подарить для того, чтобы королевская семья уже заказывала значительно больше. Вот, например, еще Space. Смотрите. Price History. Так, что, все продано? Прикольно, прикольно. Вот это мне нравится. Смотрите. Интересно. Мне вообще нравится тематика космоса. Мне нравится то, что люди, художники, они перестали с просящей рукой какой-то, да, стоять там, еще что-то делать. И у них появились новые рынки сбыта через крипту. Многие художники начали узнавать, что же такое криптовалютный кошелек, как зарабатывать на крипте. И NFT – это одно из направлений для заработка. Именно для заработка на крипте. Я надеюсь, что рассказал вам максимально подробно. Если кто-то хочет изучить тему NFT, то, конечно же, я рекомендую вам, допустим, зайти непосредственно на данный ресурс, посмотреть, да, на OpenSea, на Rarible. Все ссылки будут, конечно же, в описании. Мы спокойненько заходим, мы спокойненько смотрим. Я считаю, что выбор здесь весьма большой, ссылки все есть, явки, пароли нам тоже известны. В общем, если что, переводим страницу. Вот «Первый мир в космонавт» 18 марта полетел, вот буквально там прошло два с чем-то месяца, ну, с копейками, а уже такой хайп. И если художник, он раскрученный, значит, с помощью как раз, а точнее в коллаборации с данным художником, я думаю, что будет больше шансов зарабатывать. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост, подпишитесь на мой YouTube канал «Захаркин Крипта». Пожалуйста, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Конечно же, подпишитесь на Василия Попова и ответьте мне на два вопроса. Первое. Кто из вас до этого видео слышал про NFT и начал уже на этом зарабатывать? Второе. Кто из вас не хочет упускать этот денежный поезд и, конечно же, заработать на NFT? И вполне возможно с Василием, пишите, пожалуйста, мне непосредственно в комментариях. Интересно узнать ваше мнение, на чем вы зарабатываете на крипте и как вы относитесь к Non-Fingible Token. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok